Привет, друзья! Меня зовут Екатерина Макутина. Сегодня я вам покажу свой способ натяжки бумаги на планшет. Может быть, этот способ не такой уж и мой. Мне тоже его, ребята, показали по секрету, а я покажу вам. Чем он хорош? Тем, что он практически не даёт браков. То есть в 100% из 100% у вас бумажка натянется очень ровно, без волну. И вы можете использовать любую водную краску, хоть акрил, хоть темперу, хоть гуашь, хоть отварель. Бумага не будет волниться, она не будет пузыриться и не будет никак менять форму. Она будет идеально ровной и у вас финальный рисунок будет идеально прямым. Мы будем натягивать бумагу вот на такой планшет. Он немножко больше, чем те, что я вам показывала. В принципе, он может быть ещё больше. Он может быть любого размера, лишь бы размер вашей бумаги был немножко больше, чем ваш планшет. И он, видите, не очень новый, не очень красивый, но бумага всё равно натянется идеально. Я буду использовать самый обычный классический ватман. Он в листах, но он может быть и в руоне. Вы можете отрезать себе нужный кусок и как угодно. Видите, мой ватман, он немножко больше, чем планшет. В принципе, вот такого запаса, сантиметров по 5 с каждой стороны, вполне достаточно для того, чтобы натянуть бумагу. Сейчас первое, что нужно сделать, это наш листик намочить. Когда я включу душ, вам будет не слышно, что я говорю, поэтому я скажу заранее. Мы мочим лист прямо душем с двух сторон. Вы сейчас увидите, очень обильно, с двух сторон. С одной и с другой стороны, ну, тёпленькой водичкой обычной комнатной температуры. И приляпываем его на плиточку сушиться. Вот, смотрите. Вот так. Оставляем его сушиться и идём готовить наш планшет. Я не использую степлер со скрепками, а я использую клей ПВА. Это может быть абсолютно любой ПВА. Хоть строительный, хоть канцелярский, вообще не принципиально. Я буду использовать вот такой момент столя ПВА. Но это может быть и обычный канцелярский ПВА. Ну, это ПВА нам не нужен. Нам нужно покрыть бачка клеем. Итак, нам надо покрыть четыре боковинки. Видите, у меня тут ещё старая бумага осталась. Это вообще не важно. Клеем. Сейчас я покажу, как все четыре бачка. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Отрепляем нашу бумажку. И накидываем её на планшет. Вот так, сверху. И выравниваем. И дальше нам надо пометить уголки. Вот таким образом. И чтобы у нас не было волны на бумаге, нам нужно обрезать уголки. Вот таким образом. У нас вот тут есть уголок, который мы наметили. И сейчас мы начинаем самую работу. Нам нужно эту бумажку поднатянуть. То есть сначала мы загибаем вот таким образом наши стороны. А потом берём и начинаем её тихонечко подтягивать. То есть я делаю такое движение от себя вперёд. От себя я тяну только не пальцами ни в коем случае, иначе вы порвёте, а подушечками кистей. И вот так вот все четыре стороны мы подтягиваем. В принципе, у вас может не получиться только первый раз. Со второго раза вы уже почувствуете этот процесс. И всё будет очень хорошо. И можно по второму разу пройтись. И вот в уголках потянуть с двух сторон. И теперь вы можете ещё подтянуть просто с двух сторон, чтобы задать равномерный баланс, вот так скажем. И когда вы подтягиваете бумажку, вы видите, как она сдвигается с лицевой стороны планшета. Вы прямо это увидите, что она двигается, что я не вхолостую тину. И вот смотрите, у нас осталась небольшая волна вот такая. Не надо её бояться, она при высыхании полностью уйдёт. Будет абсолютно ровная поверхность. И оставляем сушиться обязательно в горизонтальном положении на примерно час. Смотрите, вот тут я от волнения поторопилась, потянула чуть сильнее, и бумага порвалась. Это, в принципе, не страшно. Она уже натянута вот в этом месте. И этого будет достаточно, чтобы зафиксироваться. Она высохнет и не будет иметь никаких проблем. Ну что, друзья, прошёл час. Наша бумага высохла. И смотрите, как идеально ровненько у нас всё натянулось. Продолжение следует... И давайте я вам покажу, как срезать готовый рисунок с планшета. Нам не нужна никакая линейка, просто нужен канцелярский нож и упор, чтобы вы могли твёрдо упереть руку, которой режете. Я ставлю вот так нож. И направляя своим указательным пальцем... То есть ты пальцем упёрлёшь? Да. Офигеть. Ну и смотрите там, конечно, чтобы в ногу себе не воткнуть. Ой, ничего страшного. Так, ещё вытащить. И смотрите, какой идеально ровненький листик у нас остаётся. Никаких поднятостей. И после того, как мы срезали бумагу, у нас остаются вот эти бачка с ушами. Нам нужно от них избавиться для того, чтобы натягивать следующую бумажку. Мы просто вот так вот обдираем всё. И тут остаётся какой-то слой на боках. Он никак нам не помешает при дальнейшей натяжке. Ну, вот так обдирайте столько, сколько можете ободрать. Сильно можно не маньячиться. Даш, а ты не смотрела, чтобы у меня нос не блестел? Ну, чё ты смеёшься? Я живот там втянула. Я вообще есть хочу. Давай сейчас поедим, да, обдерёшь и поедим. Поедим, поедим. Кто работает, тот ест. Катя, нам нужна ещё концовка. Ой, нет, концовку сама пиши. Ты можешь? Нет, концовка. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, кликайте на колокольчик, распространяйте наши видео по своим соцсеточкам. Про деньги, про деньги скажи. Донатьте нам. А нам есть куда задонатить? Мы сейчас сделаем. Сейчас мы придумаем, куда задонатить. Если вы хотите, чтобы мы чаще снимали. И обязательно присылайте свои вопросы и заявки на видео. Всё около художественное мы для вас снимем. Спасибо. Спасибо.